Вместо просторного банкетного зала – двор школы или палаточный городок, где сегодня живут беженцы. Так в городе Рафахе на юге сектора Газа проходят свадьбы палестинцев. Я, конечно, хотел всего иного. Не палатка, а светлый банкетный зал, торжество, куча гостей. Но обстоятельства сильно изменились. В любом случае, мы благодарим Всевышнего. История Мухаммада и Шахаф распространенная в Газе. Молодые пары мечтали сыграть свадьбы в лучших условиях. Но бомбардировки Газа лишили многих домов и возможности ярко отметить важный день в своей жизни. Несмотря на все тяготы, молодые мусульмане создают новые семьи. Даже оказавшись в лагерях беженцев, живя в палатках и в зданиях школ, палестинцы устраивают небольшие торжества. Когда моя дочь переживает за это, то начинает плакать. Я говорю ей, не плачь, это всего лишь деньги. Мы рядом, и это уже хорошо. Да, конечно, наша радость неполная. Потому что не все наши родственники могут разделить это торжество с нами. Некоторые не дожили до этого дня. Палестинские молодожёны будут жить в лагерях беженцев. Возможно, не один месяц. Но они не отчаиваются и стойко переносят выпавшие на их долю испытания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!